приветствую вас друзья мы с вами проделали значительный путь в течение трех месяцев и перед нами последний этап часть 17 в книге разум характер личность в которой мы поговорим о практической психологии какие-то конкретные советы могущие быть нам полезными в работе своим разумом с характером и личностью любите что-то полезное или любите вредности иногда кто-то заявляет пойдем что-нибудь вредненькое скушаем ну давайте что-нибудь полезное таки скушаем сегодня и в этот день 23 мая мы будем иметь дело с эмоциями вообще-то каждый день имеем дело с эмоциями правда вот примерно так выглядят наши физии в зависимости от ситуации от разного рода испытаний слов и явлений и так далее ну когда мы имеем дело с эмоциями мы во многих вопросах не можем знать мотивы это вот как бы ключевая проблема вдруг увидев какую-то эмоцию мы на нее тоже эмоционально начинаем реагировать думая что там нас не любит на нас обиделись там кто-то злой и прочее но мы же не знаем мотивов а эмоции прочитать безошибочно тоже не всегда получается какие же особенности этого мира говорит нам пророк может чтобы нам понимать что лежит в основе многих эмоций наблюдаемых нами в мире это напряженность невиданная прежде напряженность овладевает миром в развлечениях денежных сделках борьбе за власть за существование скрывается ужасная сила которая завладевает телом умом и душой среди этой сумасшедшей гонки бог обращается к нам он приглашает нас прийти к нему им и общаться с ним и господь так говорит через псалмопевца остановитесь и познайте что я бог если одно произведение остановись идя вслепую о человечество земли остановись и летя и сколь то пуля и бомба в воздухе замри о человек чье имя свято подняв глаза с молитвой ввысь среди распада и разврата остановись остановись я думаю что эти слова очень серьезно актуальны в наше время когда мир действительно напряжен но еще интересная характеристика дается божьим пророком наш мир как лепрозорий и понимая этот мир что он не радужный что это не таки построенное государство благоденствие на земле мы не будем как бы связывать свои более высокие ожидания с этим миром если мир напряжен если в суете если идет к своему концу и все люди в мире в нем страдают от греха от последствий грехов и так далее то у нас не будет завышенных ожиданий и мы не испытаем эмоцию разочарований какие же будут советы вот относительно эмоций люди посредники являются символическими руками небесных сил это своеобразная задача что мы можем быть как руки ангелов хороший вызов правда чтобы нас всех называли ангелами задача человека сотрудничать с богом не просто думаете что вот бог там мы помолимся бог сделает бог сделает через тебя через твои слова через твои руки через твое участие поэтому писание называет человека соработником божьим ну а бог нам говорит вы мне цари и священники ну значит надо действительно сотрудничать бодрость украшает жизненный путь если владимир высоцкий пел что бодрость духа грация и пластика то и нам это необходимо если мы лишены бодрости значит это наша наш изъян уже говорите о божьей силе помните что предмет нашего общения у нас формируют то что мы сказали другому человеку и в каком тоне в какой атмосфере мы это сказали и тема на которую мы вели разговор надеюсь это не пустословие было все это влияет на нашего собеседника соответственно что он мне скажет давайте говорить больше о божьей силе а как они и говорить когда наиболее явно была божья сила в священном писании расписаны исторические сюжеты герои веры они знают что такое божья сила но замечательно давайте этому учиться и практиковать положительный взгляд на вещи но в современном мире мы так называем что человек который отрицательно смотрит на все он пессимист который положительно смотрит на все он оптимист есть еще человек рациональный который никак не пытается оценивать всего лишь ищет выгоду или еще как-то как бы трезво нас смотрит на мир выбирайте позицию более положительную не так чтобы розовые очки надевать но чтобы иметь утешение в боге чтобы взгляд поднять чуть выше чем вот земное окружение писание как это говорит чтобы мы надежду на христа имели не только всем веке кто надеется на христа только всем веке тот несчастнее всех людей наша задача иметь надежду на вечное тогда у нас действительно будет положительный взгляд на все что происходит в этом мире у нас как бы больше утешения от господа важная связь еда и эмоции у вас эмоции связаны с едой о да поэтому не пренебрегайте мы сколько раз говорили о том что вот когда питание вопрос продуман то тогда и мыслительные способности и самочувствие настроение все выравнивается даже кошелек наш бюджет этот зависит от нашей еды или от аппетита если вы голодный и злой идете в магазин скорее всего потратите много и еще и недовольны будете а пойдете на сытый желудок или хотя бы не слишком голодным сэкономите денежку потому что мы вами будет управлять уже не столько желудок сколько мозг два соперничающих органа правда поэтому еда и эмоции невероятно связаны мы об этом говорили вынашиваемое заблуждение препятствует развитию ума к сожалению приходилось сталкиваться с людьми которые какое-то заблуждение схватили в своей жизни никак не могут от него избавиться из-за одного какого-то заблуждения какой-то одной сфере на какую-то одну тему эти люди не развиваются в принципе вот заблуждение их тяготит сдерживает она просто как в темнице человека держит но проблемы разум следует постоянно сдерживать и оберегать про мысли которые витают над головой как птицы мы уже слышали правда то есть обязательно нужно сдерживать ведь в мозгу мы просто пускать ничем не ограничены вопросах фантазии можем так фантазировать а если это фантазии грех но проблема мы можем оскверниться и господу тем самым не угодим когда дух божий владевает сердцем он преобразует жизнь вместо гнева зависти вражды воцаряются любовь смирение и мир вместо печали появляется радость и лицо отражает радость небес чего всем желаю как в этот день так и во все последующие а